Генеральный партнер программы Центр реставрации обуви и сумок Левша Мастер Спонсор программы Ресторан Мельница Я верю А я нет А ты, Саша, скучный А ты как ребенок Чудеса Сегодня в нашей программе Саша Саша, Саша, ну ты где? Нам же программу надо записывать Катя, я на другой стороне Волги Погода ужасная Господи, где же лето? Где же настоящее жаркое лето? Что? Ты уехал за Волгу? Господи, ну кто же в такую погоду ездит за Волгу? Саша! Мне надо умыться Привести все порядок, чтобы оттуда вести эфир Но я все-таки верю в чудеса Верю, что погода наладится И Александр скоро вернется к нам в эфир И для этого я знаю несколько секретов Путает вопрос главный Возникает такой философский Что первично, дух или материя? Если человек сугубо материален, он может покупать машины, предметы, интернет, но через какое-то время он начинает задумываться о смысле жизни, о том, зачем мы живем, для чего существуем, смотреть в сторону медитации, может быть, молитвы. И, естественно, вот этот антураж, который пришел к нам из Индии, с Востока, необходим ему как помощь для существования здесь этнической одежды, какие-то предметы, которые помогают человеку почувствовать свою необычность, скажем так, свое духовное начало. Вот чего не ожидала увидеть в магазине, где представлены различные амулеты из Индии и Востока, так это этническую одежду. Сколько всяких разных фасонов, и кофточки есть, и юбки. Говорят, что все привезено из Непала. Ну разве же это не чудо попасть в такой прекрасный магазин, где новая коллекция, яркие летние краски. Выбирай, примеряй, радуй окружающих. Я пошла. Вот уж действительно приятно оказаться в таком месте, где все совпадает, и любимые дизайнеры, и цены, и фасоны. Мне, как модница с большим опытом, пришлись по душе яркие краски, изящные лекала, безупречная посадка и натуральные франки. И это, если честно, еще не все. Итак, Лариса, я знаю, что это особое место. Скажи, пожалуйста, в чем здесь суть, философия? У нас новый формат, Танюша. Имидж под ключ. Фэшн-клуб – это имидж под ключ. Здесь формат мультибрендовый салон и имидж-студия. То есть все в одном красивом флаконе. Наши милые дамы, когда к нам приходят в индивидуальном порядке, можно записаться к нашим консультантам, стилистам. Но помимо того, что у нас есть постоянно работающий профессиональный имиджмейкер-стилист, у нас еще есть макияж. Перманентные добровки, стилист по прическам, окрашиванию. То есть все можно у нас сделать. Интересный крой, высокое качество, актуальные цветовые решения и наряда можно дополнить аксессуарами. Браслеты, шарфики, сумки станут яркими акцентами. В новой коллекции представлены всевозможные стили на любой вкус – от делового до романтичного. Большой размерный ряд – превосходное качество по привлекательной цене. Теперь это полный лук. Не только в одежде, но и полный-полный образ. И также формат фэшн-клуба предполагает проведение различных мероприятий. Мы постоянно для клиентов и для прекрасных дам в городе Самары проводим фэшн-завтраки, веб-вечера, замечательные профессиональные дефиле, в которых принимает участие непрофессиональные модели. Какие прекрасные наряды! Яркие, сочные, краски. Хочется одеть – все, сразу на себя и убежать. Но не в чем бежать. С туфлями – беда. Но мне кажется, я знаю, как решить эту проблему. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы верите в чудеса? Конечно! Мы же волшебники! И я верю! Вот такая ситуация. Посмотрите, какое безобразие с моими любимыми босоножками. Очень хочется одеть, но я понимаю, что это невозможно, потому что и цвет уже не тот, и... Ну, в общем, они требуют ремонта. Подскажите, что можно сделать, как их реанимировать? Ну, смотрите, здесь это все поправим, вот цвет мы восстановим. Вот, уберем вот эти вот разрывчики, вот, загладим вот это все, восстановим. Вот, и придадим им свой родной естественный цвет. И будут они выглядеть как новенькие, как узолушки. Есть также очень большой спектр кремов, которые именно с металлическим блеском и поддерживают. И можно поддерживать именно и удалять небольшие затертости, повреждения небольшие такие. У нас очень большой спектр выборов красок, которые, кремов, которые с очень хорошим пигментом, вот, можно подобрать для любой блестящей обуви. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Центр по ремонту и реставрации обуви и сумок «Левша-мастер». Улица Красноармейская, 74, улица Георгия Димитрова, 131. Фэшн-клуб «Делора». Быть стильной просто. Вместе с профессионалами имидж-студии и стилистами мультибрендовых салонов женской одежды. Ждем по адресам. Куйбышево, 83 и Аврора Мол, 2-й корпус, 2-й этаж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас представлены индийские и тибетские товары. Это вещи, которые могут пригодиться и в повседневной жизни, такие как одежда, как интерьер, и вещи, которые могут придать какой-то этнический, восточный аромат вашему интерьеру и вообще в вашей жизни. Это могут быть статусы. У нас много парфюма именно индийского, арабского. Ведь им запрещено применять в парфюме спирт. Они применяют масла. И в связи с этим запах очень стойкий. Очень белый, очень стойкий и шлейфовый, как говорится. И пузырек, который совершенно небольшой, его хватает на несколько лет, и аромат всегда будет с вами. Как необычно, я всегда мечтал, чтобы вот так вот купить маленький флакончик духов, и он тебе хватает на несколько лет. Сколько всяких ароматов. Ммм, как здорово. Аж прям захотелось чего-нибудь такого необычного. О, кстати, Владимир, скажите, пожалуйста, а существуют ли амулеты на счастье и веселье? Да, пожалуйста, амулет на счастье и веселье называется маг. Это будет магия счастья всегда с вами. Так, я его сейчас возьму, и наверняка будет что-то веселое в моей жизни. Совсем скоро в этом уникальном живописном месте, которое находится в черте города, пройдет замечательное мероприятие, которое называется по-летнему. Окрошка-пати. Буквально через несколько минут представители из пяти команд приготовят пять вкуснейших окрошек по своим рецептам. Мы это все обязательно попробуем вместе с вами и определим победителя. Приятного аппетита! Уже не в первый раз уютный зеленый ресторан, расположенный в лесопарковой зоне Самары, с шикарной летней площадкой, собирает гостей на гастрономическую вечеринку. В истории ресторана уже имеются шашлык-пати, пельмени и плов-пати. И вот наступило лето. За окном солнце и самое время отведать окрошку. 160 человек собрались на этот раз, чтобы попробовать кулинарные изыски от пяти команд. Скажите, у вас есть какой-то определенный секрет, какой-то свой рецепт изготовления окружки? Знаете, если честно, я окрошку готовлю в данный момент первый раз в жизни вообще. Вот это и есть секрет. Так что надеюсь, что удача вам поможет. В воскресный день собрать столько друзей на замечательную окрошку-пати, где мы сегодня попробуем лучшие окрошки города. Отношусь очень положительно. И, конечно же, очень хорошее место, очень хорошее заведение, уютное, летнее. Просто природа сама себе говорит о том, что сегодня лучше окрошки не будет никогда. Суть мероприятия заключается в том, что каждая команда готовит окрошку по своему рецепту и представляет ее на суд компетентному творческому жюри. У нас окрошка по-украински. То есть у нас украинская закусочка еще будет. Это чесночок со сметанкой, гренки с чесночком. Вот. И окрошка. Вот у нас уже готова окрошка. А в чем секрет такой окрошки по-украински? Там жареная картошка. Очень интересная, наверное, вкусная. Удачи вам. Всего доброго. Спасибо большое. Попробовать варианты окрошек смогли, конечно же, и все гости вечера. Но это не единственное, зачем они приехали. Ведь здесь можно устроить неповторимые красивые фотосессии на фоне водяной мельницы, на мостике или же возле уникальных ростовых цветов ручной работы. Где вы такое еще встретите? Ну и, конечно же, для гостей была организована шикарная программа. Различные песни, танцы, фокусы, которые радовали весь вечер. А скажите, у вас есть какой-то определенный секрет к шепотам? На самом деле никакого рецепта, никакого секрета у нас нет. То, что мы участвуем в окрошке, мы узнали буквально только вчера вечером. Поэтому, приехав сегодня из-за города только в обед, мы собрали дома все, что было. Поэтому окрошка у нас так и называется. Я тебя слепила из того, что было. Предыдущие 4-5 секрета на победу провели максимум кулинарного искусства и не только в предотвлении, но и в подаче. Мы с каждым разом ненуждаемся вот то, что вот эти акценты, которые мы лицезрели на столе, в многообразии своем поражают. Я мне очень нравится все. Очень вкусное, замечательное. И первое, и второе, и третье, и четвертое. Даже жалко, что я сейчас принесу пятую. И сегодня у нас два первых места. Это участники под номером 2 и под номером 3. 2 и 3. СС. Ну что ж, окрошка съедена, победители выбраны, и мы остаемся на вечернюю дискотеку под сенью густых деревьев. И обязательно сюда вернемся на очередное гастрономическое пати. Интересно, что же это будет? Ресторан «Мельница». Проведи выходные на природе в черте города. Озерное 1-1. Телефон 201-15-16. Внимание! Уже в августе новая гастрономическая вечеринка. Следите за новостями. Катерина, а скажите, вы сами верите в действие амулетов? Если честно, я очень скептически отношусь к этому. Не знаю. Да, а давайте мы на вас проверим. Это как? А я сейчас дам вам амулетик, звезда РСГА, очень сильный действия на амулетах. И мы с вами по стеклам походим. Я по стеклам? Да, и вы совершенно не порежетесь. Не порежетесь? Не порежетесь, благодаря амулету. Попробуем? Пробуем. Ну давайте. Вот этот амулетик, сейчас я его достану. Амулет очень действенный, звезда РСГА. Его просто с собой носите, в руках держите, чтобы он вам оберегал вас от негатива. Ну что, пробуем? Рискнем. Рискнем. Все, родители видели. Нет, Владимир, я все-таки как-то боюсь. А давайте, я придумала, давайте мы вам накрасим ногти на ногах и снимем, как будто бы это мои ноги. Я не могу сейчас шугаринг сделать, скажешь, как ваши ноги за самую ловить. Я лучше покажу по стеклам, чем делать шугаринг. Это такая пиратная, садистая. Лучше несколько раз по стеклам пройти, чем один раз шугаринг делать. Я прав? Нет. Нет? Ну тогда я пошел по стеклам. Ухоженная кожа – это залог красоты. Но при этом она должна быть не только чистая и упругая, но еще и гладкая. И современный метод добиться этого – шугаринг. Шугаринг – это очень популярная процедура в кабинете красоты, а также даже в домашнем уходе. Это временное удаление волос с помощью сахарной пасты. Волос удаляется вместе с луковицей, если правильно все делать, а значит вырастает более длительно. То есть кожа чистая в более длительное время. Процедуру выполняют сейчас очень часто в салонах. Зачастую шугаринг полностью заменяет процедуру удаления волос воском. На днях в Самаре открылась студия обучению шугарингу, где все желающие могут освоить эту методику с нуля. Открытие прошло с воздушными шарами, улыбками, эксклюзивными угощениями. И теперь все желающие могут пройти обучение и посетить интересные мастер-классы и семинары. Преподаватели технологии, они проходят обучение на нашей головной студии. И все технологии, которые здесь преподают, они имеют подтвержденные квалификации и нет разницы, в каком городе вы учитесь. Вы будете все равно научены профессионально, быстро и надежно. Есть обязательные этапы проведения этой процедуры, так называемый протокол. Когда мы специальным образом обрабатываем кожу, готовим ее к этой процедуре. Специальные средства, которые будут очищать, обезжиривать кожу, разрыхлять роговой слой, чтобы волос беспрепятственно удалялся. Далее, следующий этап это талькование, мы удаляем влагу. Сама процедура удаления волоса с помощью сахарной пасты шугаринг. Когда ты делаешь шугаринг пастой руками, получается как будто массаж. Собственно говоря, у вас теперь есть возможность ускоряться разными вариантами. Либо наносить пасту медовую в картриджи и убирать это все более плотной пастой, либо взять чуть-чуть экспирт. Дальше мы будем использовать специальные средства, которые будут очищать от сахарной пасты. Это специальные воды косметические. И уже последний этап, завершающий уход, мы восполняем защитные функции кожи в виде средств, сливок, пенок и так далее. Увлажнение. Помимо обучения в студии проводятся мастер-классы по профессиональному уходу за кожей лица и тела. А также можно приобрести профессиональные средства для шугаринга и домашнего ухода за кожей. Кремовая паста впитывается, уже на этом этапе увлажняется, а абразивы тоже приобретаем с аспектами. Никакого контакта с водой удобно, правда, в профессиональных пастах. А в домашних она это делает в душу, на влажную кожу, как обычно. И, конечно же, все, и новички, и старейшины своего дела получили сертификаты и уже завтра могут профессионально приступить к работе в салоне либо на дому. Очень рада, что открылся данный учебный центр, где можно получить очень полезные знания буквально за короткие сроки и выйти отсюда профессионалом, уже работать, получать удовольствие, прибыль и радовать своих клиентов. Студия шугаринга «Аравия Профэшнл», улица Советской Армии, 221, третий этаж, офис 307. Особенно меня вдохновляет наличие аптечки. Так что здесь гемостатическая губка, бинты, перекись водорода, ну, в общем, все, что нужно. Надеюсь, что не пригодится. Почему? Вот я не знаю, почему я вам доверяю. Наверное, это действие амулета, в конце концов. Потому что, если вы очень рисковый человек, я сразу понял. Ну что, Кать, пробуем? Вы готовы? Да. Так, держите амулетик. Так, давайте мне ручки. Ручки. Так, и теперь вставайте. Смелее, 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 смелее. Отлично. Спинку ровненько. Стоим. И немножечко походите вверх, вниз, вверх, вниз. Вот, отлично, вот, отлично, вот, отлично. Я хожу по стеклу, я йог. Так, на первый раз, наверное, хватит. Да, хватит. Так, и потихоньку, не, высадите стекла, потом буду встречать. Вот, отлично. Так, ноги телеведущие покажем, что они у нас не порезались? Да, не порезались. Катя, ты реальный йог. Это было так страшно, когда я встала, мне даже... А потом так энергия пошла? Необычно. Что-то такое, вот, преодоление, какой-то момент преодоления. Какая у меня интересная работа, правда? Ну, пока Александр у нас застрял на той стороне Волги, я сейчас проверю свою ауру. Не знаю, как она выглядит, что это такое, но обещали мне всё подробнее рассказать. Ещё хочу сказать, что в присутствии амулетика, который мы с вами показывали, аура наверняка будет благотворной, потому что этот амулет, он действует очень здорово. Вы просто немножко в одной руке как-то держите, а левую руку ставьте на... Сюда. Да, на сенсор. Всё, и сейчас через некоторое время появится кто-то ваша ауру, и я её прокомментирую. Вы человек не глупый, несмотря на то, что цвет волос у вас белый, это как бы говорит о том, что это неверно, что блондинки, ну, всё в самом деле очень хорошо. И кроме вот этого ума есть интуиция, да? Ну, единственное, что иногда некоторые люди могут пользоваться вашей добротой, садиться на вас и немножечко ехать, да? Есть такое же? Да, бывает. Ну, вот, видите. Мой ведущий попользовался моей добротой и уехал за Волгу. И сиди теперь там, Саша. Купуй. Понятно. Тем более погода, да, позволяйте нам. Ещё вчера здесь был стол и еда. Ещё вчера нас не мыла волна. Ещё вчера я мечтал на солнце погреться. А теперь здесь сплошная Венеция. Кать, ты где? А я в таком необычном магазине нахожусь. И, кстати, наша программа называется «Мужчины и женщины», поэтому я для нас нашла женские и мужские обереги. Пожалуй, парочку приобрету, чтобы в нашей программе всегда была удача. Ну, ты знаешь, женщины все в какой-то мере колдунят. Вот как бы узнать все их секреты. Друзья, раз уж наша сегодняшняя программа посвящена чудесам, идёмте за мной. И каждый из вас поверит в чудо. Сегодня я познакомлю вас с удивительным местом, где можно летать, при этом оздоравливаться и постичь гармонию с собой и окружающим миром. Стопы направлены вперёд, бёдра сильные, копчик подворачиваем, вдох, руки за голову назад, на выход, дыхи через присогнутые колени, поза стула, вдох, выталкиваем себя вперёд, пятки высоко. Аэро-йога – это практика йоги, адаптированная под работу вот с таким вот шикарным гамаком. Этот гамак позволяет висеть в перевёрнутом положении, вытяжение мышц хорошее происходит, уменьшается компрессия в межпозвоночных дисках, хорошая профилактика грыж, протрузий, сколиозов всяких различных. Аэро-йогой могут заниматься абсолютно все, чтобы подтянуть тело. А вот спортсменам она важна для вытяжения и расслабления забитых мышц. Но самое интересное, что по аэро-йогой могут без проблем заниматься и новички. Классическая йога требует много времени, нужна тщательная подготовка для освоения некоторых поз. В аэро-йоге же тело фиксируется, и новички получают возможность с первых занятий занимать сложные позиции, не боясь получить травму. Ну что, Катя, готова попробовать? Ну почему бы и нет? У меня сегодня вообще такой чудесный день, я даже по обитым стёклам успела походить. Тогда у тебя всё получится. Выталкиваемся вверх. Теперь нога, которая стала свободной, мы уводим её назад, выводим вперёд и ставим стопу на бедро правой ноге. Ястыкаем руку, свободно держимся. Болька делаем ногу ближе, выше к бедру, фиксируем мышцы на мастер, плечи назад и вниз, с макушкой тянется вверх, вот и дерево. Основательница аэро-йоги Мишель Тротиньяк, француженка, живёт в Америке сейчас, она изначально придумала йогу аэро, как аэро-йогу. То есть здесь должны быть какие-то принципы йогические именно, то есть единение с телом, с сознанием. Я больше придерживаюсь физической практики, меньше духовности в моих практиках, больше физики, нагрузок, активности и раскрепощения тела своего. Аэро-йога полезна на самом деле всем, потому что, во-первых, она поднимает настроение, она помогает работать с депрессиями, потому что ощущение полёта, необычное ощущение в голове, оно всё-таки возбуждает нервную систему и активизирует центры, которые отвечают за положительные эмоции. Аэро-йога помогает всем, у кого низкое кровяное давление, то есть она повышает давление. В первую очередь все должны бежать на аэро-йогу, у кого грыжи, протрудия, сколиозы, потому что в перевёрнутом положении гамак позволяет вытянуть зажатые мышцы и позволяет усилить, увеличить компрессию между дисками. Я заметила, что изменилось моё здоровье, моё внутреннее состояние. Я как-то стала спокойнее воспринимать стрессовые ситуации и как-то меньше напрягаюсь. Я благодарна Инессе за её занятие аэро-йогой. Которые привнесли в мою жизнь позитив, энергию, физическое здоровье, осанку и многое другое. Дорогие друзья, это невероятно. С одной стороны, вроде как спортом занимаешься, но при этом ты вообще не касаешься земли. Я думаю, что стоит всем обязательно попробовать. Летайте на здоровье и будьте здоровы! Йога с Инессой. Аэро-йога, йога в гамаках. Улица Коммунистическая, 27. Телефон 8-927-902-92-00. Многие люди не верят в обереги, в мулеты. Они говорят, надо верить только в себя. Я хочу сказать, что у них с собора на лаборатории висел подкова. Все сказали, как вам не стыдно, вы учёный с мировыми меня, а вот с подкова. Вы что, верите? Нет, я не верю. Но говорят, что это подкова помогает даже тем, кто в неё не верит. А интересно, есть оберег на красоту? Ну или вроде того, какие-то женские штучки? Что? Оберег на красоту? Прям даже обидно. Мы такие красивые только ради вас, мужчины. И это только наша заслуга. Да? И это всё? Мы можем пожелать вам больше. Женщины, летите! Хотите окунуться в мир чудес и волшебства? Магазин «Тотем». Всё из Индии и Тибета. Улица Высоцкого, 8. Я являюсь участником команды визажистов на неделе высокой моды в Москве. Это очень интересное мероприятие. Это мероприятие, куда стекаются все модельеры, которые представляют свои коллекции. И мы с командой визажистов делаем макияж на подиум. Это очень интересная вариация макияжа. И не совсем, наверное, это то, что можно носить в жизни, но, как правило, это те тенденции, которые нам диктует мода. То есть, например, сейчас очень модно использовать глиттер и блёстки, например, на брови накладывать. Делать стрелку, которая будет идти только по нижнему веку. Или, например, прорисовывать себе на веке вторую бровь. То есть есть такие тенденции. Но, опять же, скажу, что в жизни они неносибельны. То есть это только то, что у нас на глянце. Любой базовый уход для девушки должен состоять минимум из пяти средств. Это должно быть очищающее средство, которое подходит под тип кожи. То есть не надо умываться просто водичкой. Кожу надо очищать специально подготовленным средством. Затем должен идти тоник. Тоник, он тонизирует наше лицо, он возвращает к коже естественный хиаш-баланс и успокаивает нашу кожу. То есть это своего рода такой эликсир для нашей кожи, очень приятный и полезный. Затем идёт увлажняющий крем. Здесь всё понятно. Это увлажнение для кожи. Для кого-то это может быть крем антивозрастной, для кого-то для защиты от солнца. То есть они бывают абсолютно разные. А затем у нас есть этапы глубокого очищения, это скрабы-пилинги, это отшелушивание кожи. И есть также этап защиты кожи, это как раз тональный крем. Это ещё то средство, которое защищает нашу кожу от грязи и от пыли. Потому что мы с вами живём в ритме большого города, в ритме мегаполиса. У нас невероятное количество пыли, у нас выхлопы машины, всё это садится в нашу кожу. Поэтому защита кожи – это немаловажный этап. Самое главное – правильно подобрать тональный крем, чтобы он именно не закупоривал коры, а был такой правильной и хорошей защитой. Своих невест я приглашаю всегда на час красоты, где я делаю подготовку кожи к макияжу. Это немаловажный процесс. То есть я вижу с невестой не только в день макияжа, но ещё и заранее, чтобы в последующем её образ смотрелся очень красивым. И макияж смотрится всегда только на ухоженной и на увлажнённой кожу очень красиво. То есть этот момент самый главный. Что касается цветовых гамм и насыщенности макияжа, то в этом году макияж в моде более такой спокойный, более нежный. Если и стрелочки, то это очень тоненькие, коротенькие стрелочки. И губы могут быть либо блеском сочных тонов, либо это матовые губы. В моде всё-таки сейчас стали брови более естественные, то есть это без чётких рамок. Это брови в стиле амбре, когда делается более светлое начало и более тёмные тельцы уже и хвостик бровки. И есть различные вообще варианты коррекции бровей. То есть это может быть как окрашивание бровей, краска или хно. Это может быть статуаж бровей. Тем более сейчас очень много интересных техник, которые воссоздают именно те брови, которые очень похожи натурально и их просто с первого взгляда не отличить. Поэтому здесь надо смотреть всегда строго и индивидуально, поэтому также рекомендую вам обратиться к мастеру, который вам уже всё подскажет, какая из техник вам больше подойдёт. Ольга Карева. Профессиональный макияж любой сложности, архитектура бровей, косметология, обучение по курсу «Сам себе визажист». Верить ли в чудеса – решать вам. Поэтому самовыражайтесь. Но самовыражаясь, выбирайте выражение. Центр реставрации обуви и сумок «Левша-мастер» предлагает все работы по ремонту обуви, сумок и кожаных изделий. «Левша-мастер» Красноармейская, 74, Димитрова, 131. Ресторан «Мельница». Проведи выходные на природе в черте города. «Озёрное» 1, дробь 1. Телефон 201-15-16. Дорогие друзья, наша акция «Заветный конверс» продолжается. Мы также продолжаем раздавать ценные подарки. Сейчас у нас есть победитель. Зовут его Александр. Здравствуйте. Как вы нашли конверт? Ну, сидели выходной день дома. Вот смотрели вашу программу. Жена говорит, смотри, мол, около нас прям прячут. А мы живем через дорогу там буквально. Ну, всё, мы с сыном собрались, быстренько добежали. Там уже девушка что-то с телефона вокруг клумб ходила искала. Но мы оказались побыстрее, чуть-чуть. Всё, забрали конверт, вам позвонили. Что вы почувствовали в этом? Ну, эйфорию небольшую такую, как бы, ну, обогнали соперника на глазах, друг говоря. Что ж, спасибо большое за то, что вы оказались самыми шустрыми. Вы с вашей супругой отправляетесь в СПА-салон «Твой тай». Вы получаете сертификат на 3000 рублей. А «Твой тай» находится по трем адресам. Врубили 15, пятая просека, садовая 200. Ну, и также после этого можете позаниматься спортом и отправиться в спортивный клуб «Физкультура», который находится по улице Гагарина-Ярошевского, Московское шоссе. Мы вас поздравляем и отправляемся прятать очередной конверт. Будьте предельно внимательны. Дорогие друзья, я нахожусь сейчас в сквере Высоцкого. И здесь, в районе детской площадки, есть такой магазинчик. И туда мы спрячем наш заветный конверт. Напоминаю, что в нем номер телефона. Первый, кто сейчас посмотрит нашу программу, прибежит, звонит, тот получит ценные подарки. Всем удачи и хороших выходных!